доброго дня дорогие друзья подписчики зрители канала с вами трофим продолжаем двигать мисс реверсия 211 все-таки посмотрите какая красота солнышко да так и шепчет дело в том что все-таки доперли мы этот хабарок посмотрите сюда сколько стволов мы разжились прошлой серии вы помните да неплохо отвоевали с наемничками из у бандитов поживились каких только нет и для штурмовика стволы рпк сайгу нарасти и самый главный добряк для меня блин так ну все сейчас будем разбираться что как нам с ними поступить более-менее я вообще хочу сайгу починить попробовать сейчас посмотрим раскидаем да все стволы там по деньгам сколько будет вообще сколько кардан запросить чтобы она у меня уже целенькая была и с ней работать правильно пацаны разрядиться я разряжался да все скидываем пока этот вид говорит то есть вы поняли да смысл нет вот этот вот эти вот стволы диски рпк и так далее все это я скидываю это для штурмовые оружие но сразу говорю рпк мне понравился красивый хороший ствол отличный просто даже блин надо этот купить сколько я уже хочу купить спальный мешок да давайте купим он 700 рубликов стоит пригодится пусть будет сколько у него вес килограммчик весит не так много купим мы этот все-таки спальничек так ладно все так сайгу главное чтоб не не скинули случайно как это у нас охотничий набор ухты используется при ремонте снаряжения плюс 7 оставим его плюс 7 процентов видите ака 105 ну ака 105 забирай dmr тоже это для снайпером забирает dmr так а у них такие в принципе это да состояние хорошее может их сыч возьмет подождите ребята что-то у меня сомнение берем а вдруг эти стволы возьмется там же на половину всего износ кто его знает давайте-ка посмотрим ну что здорово сычара а те такие стволы как-то не 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 канает видите он даже даже на половину износ все равно не берет ему подавать только целый сволочь только целые подавай да пацаны ладно бородище давай с тобой перетрем по моему так забирай вот этот вот этот вот противогазик держи да пернача я пацаны не буду пользоваться все таки мы уже прирост я прирост к своему скорпион чеку он тоже 918 тоже скорострельный поэтому пусть забирает перначу так сайга само собой оставляем это что у нас и мигалил аэр тоже для меня низкий навык владения для штурмовика отлично так вот эти калашики бери блин столько стволов всего пятерку сняли блин ну как-то несерьезно да вообще не несерьезно но они подуставшие конечно лопатки тут забирая семерочка уже да сейчас мне главное сайгу починить за сайгу он там чувствую я попросить не слабо да хлопчики продать двенашка есть пойдемте ради интереса так а все продать и ничего не много да сейчас сейчас поманеврируем у нас вон артефакты есть выход слушая какие тебе нужны на заказ ох ты красота я достану грави я достану грави бродяга буду ждать все давай все починим сейчас сайгу сейчас да 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 пацаны здорово мне сейчас перетрем подождите секунду я занят так давайте грави цепляем у нас канат отлично все идем сдаем сейчас посмотрим какую копейку выручен там не не хило должны наверно штук 20 точно выручи слышишь это бармен хотел сказать я выполнил твой заказе отлично 19 косарей видите я же говорю по 20 получим так а какие еще тебе нужны пустышка золотая рыбка снежинка ну таких пока не имею понял еще когда я зайду великолепно да то есть сняли грави подняли копеечку сейчас пойдем чинить сайгу вот этот ствол починим тогда забирай мозбек зачем они подожди я его разрежу чтоб лишний раз дробь там вот а теперь продавали так сайгу пока уберем держал тогда мозбек забираем так все до пацаны кристалл у меня есть один пусть берет до 1 то есть у нас кристалл там даже два по моему пусть забирай зато трешечка нам сейчас деньги нужны монетки вот эти забираем так это что шкура для этого шкура плоти мне вот эти запчасти от мутантов все сбрасываем по-бырому пацаны сейчас может быть хватит еще нам помодифицировать стволы поняли да смысл сейчас я сайгу под наворочу до талого вообще по идее лучше 105 модифицировать но я предлагаю сайгу под наворотить чтобы вообще убойный был 105 он и так строчит видели да как мы с наймами отвоевали мы же в основном против мутантов воюем да нам нужно мощный ствол это соответственно дробь а против этих людей тут и 105 он строчит на убой видели да как он строчит там он прикладывает хорошо поэтому пока спешить его наворачивать не будем а вот сайгу стоит сайгу стоит наворотить да и бронь стоит наворотить так хочу у меня это блин а я починиться не могу швейного набора нет обидно обидно конечно он сейчас лишь сайгу то я починю знаете в чем минус пацаны сайгу то мы починимся с вами а у меня же бронь он тоже под уставшие так продать а чё сколько этот швейный набор стоит у него тут есть 50 тысяч ремкомплект блин нифига себе там цены но это для оружия так батареечки все у меня батареечки есть это что испорченные патроны зачем они не нашивки наемников ну нашивки этого этот хорошо платит два глушителя зачем один забирает эту термитную гранату я не знаю но она мощная оставим до чисто как раритет там потом зашвырнем какой-нибудь псевдогиганта завали вакцина столбняка продадим это разбитый фонарь надо внимательно все смотреть что есть чего нет чего нет что есть так дробь ну давай там тебя батарейки все вши так сколько там у тебя зарядку давай возьмем батарейки подождите а где этот набор у нас тряпки это все ясно вот где мне этот швейный набор швейный набор вот военный блок батареи вот этот вот зарядка плюс 93 красота давайте наверно военный блок батарей возьмем не пожалеем все таки давайте не пожалеем пацаны а этот скинем зарядное устройство военный в а или она зарядная на автоматической пусть будет так это что шестигранная шестигранная дровяная печь универса вот универсальный швейный набор так 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 4000 берем не жалеем потому что кардан посмотрите видите бронь подуставшая кардан еще больше запросим я вам гарантирую это падла такая что он запросит меня не пожалеет поэтому потратим уж ладно сейчас ну-ка посмотрим как он починит так швейный наборчик где он там вот это да а вот он ну ка использовать смотрим вспомогательные материалы вот нашивка наемников плюс 3 плюс 12 кевларовые пластины давайте отлично починка великолепно сразу же моментально чине видите да то есть кевларовые пластины выбрали там плюс 12 процентов то есть бронь моментально там починил хорошо но только одно использование до получается жалко да одно использование пацаны так так а это ж вот у меня смазка масло да давайте 105 тогда тоже приведем нашивки наемников смазка охотничий набор украинский журнал ну починка сколько там 32 процента 7 процентов охотничий набор вот 7 процентов починка все хорошо починили стволы этот великолепно все то есть починили на 7 процентов то есть да все правильных вам еще остался ладно этот хлам тогда не будем выкидывать видите как он там выбираешь 31 процент то есть починить всегда можно блин обидно конечно ладно пойдемте то что так мало на бону то есть четыре штуки да на один раз нам так у меня радиация бьет надо перекурить перекурим пацаны и пойдем кардану так кристалл я продал один да так сейчас посмотрим сколько он попросит сайгу починить но сейчас я его разведу попробуем все броня вроде как чуть-чуть починили слушай кардан ну-ка ремонт модификация броня сколько ты видишь полностью починили пацаны полностью мы починили броню с помощью кевларовой пластины потому что у нее этот она все-таки плюс 12 там видели до вспомогательные материалы момент моментально зашили подшили блин красота блять неимоверная все получилось у нас красиво соответственно ну а этот ну-ка и это тоже починили сто процентов ну-ка теперь давай сайгу ремонт 29000 то о чем я вам говорил видите а ремонтный набор стоит вот смотрите 29 до а ремонтный там по моему 3 цаху стоит чтобы такой вот починить ну-ка давайте сравним блин стойте стойте бывай так а ремонтный ремонтный набор сколько стоит тот 29 он просит ну-ка сычара покажи ко мне к вот смотрите где а это у бороды мы у бороды ремонтный а ну и у этого есть вот чистящий комплект средний а 762 79 39 это для калибров это для пистолетов 12 калибр же мы где-то видели да вот полевой ремонт брони но это для брони 35000 стоит подожди бывай а где мне починить этот для стволик 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 там у него был хороший набор слышь борода так 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 вот это что у нас тоже ремонтные работают это для брони вот профессиональный набор 30 процентов профессиональный набор 26000 просит для брони этот что тоже но это все для брони да тоже да тоже все для брони ищем другие какие наборы набор для ремонта боевых шлемов шлемов тоже шлема до шлема бронь тоже чистящий комплект крупнокалиберные винтовки это что крупнокалиберные винтовочки крупнокалиберные винтовки а вот вот красный тоже для для винтовок вспомнил я до 545 556 да это все не то 545 вот отлично подходит смотрите какая красота подходит для 12 калибра то что нам надо данный комплект содержит масло растворителей ну то есть этот набор может быть использован только для разборки ремонта дробовиков и оружия 12 калибра все сейчас сохраняемся и берем подожди выход ну мало ли вдруг еще придется перезайти может он не сможет починить там вроде написано 30 процентов но кто его знает сохранимся все отлично вот теперь можно вторить его давайте 12 калибра его забираем вот этот да вот этот да отлично 18 до просит видите да сейчас купить купить и проверяем сразу же так тот просил 29 сейчас посмотрим на сколько починим использовать отлично сайга 12 к так смотрим оружейная смазка русак три процента плюс 5 блин а у нас практически с вами голяк до 6 процентов вот промышленная смазка плюс 6 процентов и и выбираем вот утилизация починка погнали отлично бля отлично вот тебе отлично но мы его не полностью починили это факт по моему да ну-ка сейчас посмотрим ну-ка как мы его починили блин наверное выгоднее было с этим пообщаться 20 20 тысяч модели а тот просил 29 ну а сейчас блин ну то же самое короче то никакой выгоды поняли да никакой выгоды то что я взял за 20 тысяч но я есть истратил еще смазку да еще истратил смазочку и теперь смотрите еще дополнительно сейчас допустим у кардана если чиниться то сколько он просит еще трешку то есть то на то и выходит нет смысла короче не вижу не вижу никакого смысла то на то и выходит видите поэтому давайте перезайдем уже сразу у кардана починимся зачем я трачу тогда смазку правильно и трачу на набор хотя это тоже самое то на то по деньгам и выходит в любом случае 20000 я дал за смазку кардан просит 29 ой за смазку за ремонт плюс смазка там стоит тысячи две да это 22 плюс кардан еще просит 3 да почему это то же самое практически да хотя там на 2000 почитать надо сколько смазка стоит сейчас не поленюсь блин серия такая будет интересно сколько вот смазка просто не интересно выгодно нет так нет но это понятно это для брони а там смазочка сколько вот смазочка смотрите она стоит 752 рублика а ну слушайте тогда выгодно выгодно давайте тогда починим здесь 23 24 штуки я трачу а кардан просил изначально 29 давайте тогда так и оставим чё экономим там сколько 34 штуки экономим все отлично тогда дальше чиним ремонт все трешку чиним поняли да за 20000 мы взяли набор плюс здесь трешку ему три с половиной и того двадцать три с половиной плюс смазку я потратил да ну смазка 700 рублей как 23 с половиной плюс 700 получается сколько 24 200 мы уже с вами точно здесь скоро будет низов припяти блять а сортировочный отдел я не знаю там магазином лин попадать подъездного магазин в общем и целом короче выгодней поняли да смысл в итоге мы 24 косарей потратили на сайгу а изначально кардан 29 просил правильно же или я чё-то и ошибаюсь 29 по моему просил так что нормально все мы провернули так хорошо а теперь смотрите какая красота емкость магазина плюс 32 900 сразу ставим без проблем и отдачи минус 5 тоже но там отдача у него не сильная да ладно поставим поставим приблуду все-таки сайга и сайга так а это что у тебя а ну соответственно здесь он не мне чинит бронь да получается брони у нас чинит этот видеть броню он такой я так понял только ремонтируют что брони то наверное на его научники у нас чинят так ладно выход подожди ремонт модификации еще раз да все правильно ему водочку наверно подогнать надо так ну все раз разобрались пацаны потихонечку разобрались давайте сразу на сайгу я наверное глушитель тгп а глушитель пбс все вешаем на сайгу все великолепно то что то чего я добивался хороший костюм и хороших два ствола то что мы сейчас с вами имеем еще 12 косарей час кое-что сбросим до в ящик там потом хлам если что раз продадим и переместимся с вами наверно в этой серии уже можно нам все почистили до артефакты сняли здесь все забрали мы давайте наверное переместиться что ли на янов познакомиться там с хлопцами посмотреть ассортимент и так далее вот это канатик у нас еще и не зачем и столько гранат у меня там я не знаю 4 гранатки должно хватить вот эти все запись наемника ну пойдемте знаете что у меня предложение пацаны вон у меня еще три лимонки короче я вот эти гранаты наверно продаю все пацаны знаете почему сейчас объясню сейчас эти скидываем оставляем только лимонки f1 короче у нее радиус взрыва 4 и 2 у этой я всегда так играл 3 и 2 и всегда так играл не жалел эти гранаты вот эти никакущие они никакущие понятно ргд тоже хорошие но все-таки f1 куда хлеще лучше их подна копим они копятся быстро эти гранатки а все остальное скидываем и перемещаемся наверное эта серия у нас на янове просто чисто символически познакомимся с пацанами переместимся ну а кстати там еще можно будет а муж по мы же хотели с вами этот забираю вот эти вот я прочитал уже мы же хотели с вами по по этому да так плюс три процента плюс 2 процента забирай зачем будем плюс 7 процентов нам надо плюс три процента тоже забираю то есть будем сейчас я понял какой мусор плюс4 плюс 3 вот это все забирали будем экономно ну хотя не всегда плюс 7 данойти можно видите не всегда плюс 7 процентов материал можно найти да это если уже был бы изначально накоплен так что давайте хотя бы вот эту веревку наверно да и вот это вот плюс 4 вот это вот оставим остальные плюс 3 да все продаем так еще что тут можно продать вот эти гранаты все скидываем очень хорошие деньги смотрите дает патроны не вот эти вот тоже забирая не пользуюсь какой калибр 357 забирай это мне на мой мой патрон да мой патрон ладно это раритетная 1 граната термитная оставим потом использую глушитель тгп а у меня уже есть такое так это что нашивка наемников сколько там процент у нее подожди плюс 3 до плюс 3 пусть берет плюс 3 процент а этот у нас вакцина столбняка сейчас скинем этому марихуана тоже сейчас скинем смазка спрейс маска спрейс содержит масло предназначены для смазки и защиты огнестрельного оружия оставляем это наши ремонтные наборы военный блок батарей тоже оставляем так патрончики скидываем вот это тоже забирать гпшный забирая пусть да все правильно у нас стоит вон так патронов надо докупить будет все великолепно еще подняли копейку так что делаем пацаны делаем вот что докупаем вот эти все патроны забираем все и дробь по максимуму по максимуму дробь все все на этом сейчас быстро забежим к доктору и наверное переместимся на переносе переместимся на я надо с вами познакомимся так сказать так переждать выброс да нам произведено в зоме в зоне вызывает время поуднение сознат позволяет переждать выброс пусть будет на всякий случай кто его знает какой жопе окажемся так всегда можно будет переждать вот марихуану забираем водка путинка блин да блин у меня он есть там столичное много так что-то мне не очень а нога не как-то намудрили там намешали говна какого-то честно вам скажу так продать еще зато штуку поднял вот лучше геркулесик давай вот это всегда пригодится геркулесик нам всегда хабарок тащить так теперь посмотрим на бронь в отличном состоянии сайга в прекрасном состоянии 105 великолепен стальный мешок нарасти ремни скорпио чик прекрасно себя чувствует патрончиков среднем среднем хватит я думаю до пацаны 140 таких таких так да я думаю хватит на все про все сейчас мы просто познакомимся идем вот 918 тем более есть познакомимся это что такое универсальное зарядное устройство мясо тушка на мне блин все не могу привыкнуть вакцина от столбника забирать эту вакцину от столбника хотя наверно интересная вещь все пацаны наверно так по заданиям все точно да то есть здесь мы зачистили с цеха подстанции почистили есть возможность спас по заданиям у нас заманчивый бизнес поисках сороки ну пойдемте наверное переместимся на янов прогуляемся может быть до ученых можно пройтись до перетереть так сказать с этим а сколько время уже 20 22 ложимся спать какой кученым сразу поспим и с утра двинем до 7 утра спать до 7 утра поспали перекусим сейчас так это что как раз кстати можно будет кпк моргана сдать да все вот эти кпк так может захватить гавайцу чего-нибудь продать а пацаны там же гавайец у нас что нибудь ему продать 212 плюс пи у меня сколько этих патронов давайте возьмем 300 сколько я накопил патронов этих на 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 как его на скорпиончик две мины контейнеры один контейнер у нас один за запакованы еще о чем у нас один запакованы использовать а мамины бусы окей мамины бусы вытаскиваем блин я что даже не обратил внимание так выкладываю мамины бусы патроны все вот эти продать не 939 вот эти продадим гавайцу берету я продаю короче ну ее вот эти вот оставим 939 я пока поэкономлю этот ствол наверно не знаю будем хотя высокий до уровень принципе он неплохой но тогда бы пешные оставим бронебойные на него будем копить когда он большое количество бронебойных накопим тогда будем его юзать может подчиню я его потом правильно же пацаны а вот эти простые продаем кстати хорошие деньги тоже дает все тут одни артефакты у нас не в принципе в этот можно продать обрез уже мне так самодельное взрывное устройство радиус взрыва кстати его можно воспользоваться им потом как нибудь ладно все пойдемте познакомимся с пацанами на янов наверно перемещаемся правильно пацаны а перекусить надо перед этим делом поход долгий предстоит а мы не поели мне так это что у меня вот копченая колбаса можно будет знаете я так прикинул наверно долговцам до загоним или свободе долговцам вы там говорили про черного сталкера мне писали что если загонишь долговцам то есть возможность найти там увидеть а если свободовцам то нет вариантов поэтому тогда долговцам загоним правильно же хлопцы так сколько у меня там по идее еще можно чем съесть я этот нюансе помню вот у меня энергетику не энергетиком лимонад какой-то а с гонтой мы успеем поработать еще потом зверобой нас направить сюда на химеру да то есть но я имею насчет гонты там как бы проблем не будет а сколько там у него вот этого шашлычка плюс 41 радиационное облучение а у меня он сигареты есть ну-ка зато он насыщает наверно хорошо да ну-ка мясо тушкана мне мне просто интересно ни разу не не питался так сказать живностью местный да вот попробую до радиация бьет а ну-ка покурим сигаретку сейчас мальбора у нас есть радиация спадет наверно так все спала да не нифига а блин на было подождать ну ладно пару сигарет хорошо плотно поели можно паруску так сказать все отлично да больше ничего нам не надо да тут пока что ничего не надо ну погнали наши городские перемещаемся на ям тщательно ребята прорвались мы с лосман кое-как дошли до янова давайте заставочку сейчас посмотрим как изменилась до атмосферы помещение это станция картина тут конечно не единственное безопасное место в окрестностях юпитера здесь тебя сейчас подумаем принципе буду нужен ищи вас хорошо лотман договорились так ты кто такой азотик да ох нас тобой дел на вороте я вот тоже недавно пришел до меня зовут будем знакомы будем знать в технике разные копаюсь что хочет ремонтирует по инструментам за инструментами у меня пока туговато так если что под руку подвернется тащи сюда сразу а понадобится техническая помощь так буду рад тебя видеть на нашу договорились слушай азот давайте далеко не уходи наверное сразу с тобой пообщаемся правильно пацан так подожди но он уже отвалил пойдемте наверное первое и возьмем у него квест здорово еще раз блин слушай у меня есть она кпк долговца по кпк подумаем потом или долговцам или свободовцам и вроде как писали лучше долговцам отдавать потому что там какой-то нюанс по черному сталкеру черканете там то есть если ну хотим определить его лучше долговцам отдавать вроде как я там читал бы не писали ладно это позже это всегда успеется ты говорил о материалах да вот елки в этих краях для работы с радиотехника вообще ни хрена нет чтоб с собой было еще что с собой было все извел а поставки никто поставками не заниматься никто не будет стволы она выгоднее торговать говорят правда на цементном заводе что-то могло остаться посмотришь звучит просто давай говори куда идти я посмотрю можно ли что достать там откуда ради технические материалы ты мне кажешься разумным человеком я бы поработал с тобой если проблема в инструментах я могу их добыть вот давайте тоже болит голова это все проклятый минувший выброс а так было бы здорово а то я работаю как в каменном веке из нового времени один паяльник да и того больше больше вместо шампанского шампанского жезла вот будут инструменты будут и первоклассные тюны да и тебе монеты другая как хорошо договорились да без проблем так вот мы взяли задание звучит просто давай говорит куда идти посмотрим а откуда радиотехнические материалы на цемент да это одно название по профилю он прекратил работать еще до катастрофы там все почти демонтировали и заняли здание по цеха электроприборов а зачем те материалы я конечно в основном сейчас вожусь со стволами и снаряга я имею ввиду человек я имею ввиду человек должен делать то что должен есть пить спать и так далее но душа понимаешь больше к радиотехники лежит узнаешь чувство когда собрал что-нибудь и она работает помню как-то даже глушилку собрал полезнейшая штука оказалась я ее врубал когда рупор у бара 100 рентген спать не давал замечательно ну ладно все ясно но ремонт этому позже то есть у нас инструк по инструментам да еще подожди а по инструменту у меня есть как бы вот звучит просто давай говори куда идти по инструментам я посмотрю что можно достать вот это здорово мужик если найдешь хоть что-то канифоль кондеры блин все что нужно даже текстолита не хватает денег много не обещаю но постоянную скидку тебе обеспечу так это мы взяли на радиотехнику этом будем искать и на на это задание на инструменты также мы взяли замечательным пообщались не успели прийти ведь уже набрали квестов так что еще можно тут у нас ну давайте так пошаримся поблизости со зверобоем пообщаемся да самый наш такой первый квест-одатель это зверобой там покрова там падла это фантазирует ну и решил их скинуть позвонки расслабить да 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 расскажи нам пути подхожу к нычке а там ёшкин кот контролер тусит контролер нарисовать не собирается вот марокко на ровном месте контролер не контролер а хабар то забрать надо и сразу как-то прозреваю если думаю закроюсь какой-нибудь железной байдой на все эти его понты мне станет насрать ну и знать что делаю беру решетку металлическую что рядом валялась и и так значит закрываясь потихоньку бреду и вот пока у меня выпас пока пробовал за мозги взять по как умекал что ж это я такой невнушаемый я уж поближе подошел и полобой моему ну короче ты сказочник еще тот понятно да живучий подбросил он не по мозгам когда но ты ему пол обоймы всадил за ручки а прикладом контролер чека приклада ну ты вообще молодец робокоп настоящий ну-ка давай познакомимся кто такой флинт здорово тоже хочешь послушать моих историй ну расскажи как ты завалил контролера мне учись как надо контролера валить пришел я значит на свою нычечку барахло забрать а там контролер нарисовался я тогда с пола схватил железную решеточку перед собой выставил ну и подкрадываюсь к нему ближе пока этот красавец пытался меня выпасти под контроль взять я ему в голову пол обоймы и всадил ясно все с тобой сказочник еще тот да так а там кто у нас ванно да ванно здорово ванно бах не надо не надо стрелять я там сюда подожди не переживай я как бы по мирному спокойно ванно чё там у тебя стряслось вах дорогой такая история была старый костюм был у меня защищать уже плохо стал ванно думает пока искать новый иду вижу продается новый костюм дыхание замкнута все красава такое считаю деньги никак не хватает человек костюм продавал балет зовут смотрел смотрел потом говорит не переживай ванно потом потом остаток принесешь вах думаю ванно вот золотой человек а потом и что потом с тобой ванно старый костюм продал другой еще продал деньги собрал принес а там разводил молодец ванно кричит валет а проценте где нарисовал нарисовал проценте нет говорит ванно и правда нехорошо когда хорошему человеку нет процента подумал я и подогнал ему еще проценте приношу говорю вот ванно ходил процент боя приношу и говорит валет ванно ходил проценте больше набежал вах я опять ходил я опять бегал дорогой а процент все равно бегал быстрее новый костюмчик купил новый костюмчик заложил оружие тоже заложил все плохо и что теперь что собрала дать хочу понимаешь право но плохо никто не скажет но боюсь я дорогой как друг как другу скажу боюсь придет ванно а валет ему процент давай быстрее процент бегал набежал если бы кто-нибудь вместо меня сходил без проблем ванно все вопросы порешаем я люблю так сказать перетирать с бандюками все пятерочку еще одно задание так то есть на инструменты с ванно перетерли пойдемте со зверобоем познакомимся спешить не будем начнем к на конечно же наверно со зверобоя да так сказать основной к ства квестодатель начальный так скажем здорово как звать зверобоя зверобой не представляйся не надо то есть и охотник ну тот кто охотится за монстрами мне кличку погоняло не просто так далее я и правда зверобой до недавно его охотился на мутантов которые угрожают сталкером теперь принимаю заказы и опыт а вот молодым охотником передаю обучаю рассказываю охотничьей хитрости а почему сам не охочешься до реакция уже не то вот лис из-за этого погиб он мне как напарник был да и друг тоже таких зверей вместе били не поверишь а теперь у затона нарвались на дух и мер их уже года полтора в зоне не видели одна лиса с ног сбила я даже дробовик с плеча сорвать не успел вторую подранила надо она сбежала чтобы им пусто они сбежали чтобы им пусто было а ты не пытался выследить химеру раненая ушла на затон по ее следу двинулась группа гонты вот кстати это задание пацаны я правда слыхал им не хватает опытного охотничка перетри если поможешь в долгу не останусь замечательно договорились слушай я там на затоне с кровососиками разобрался как ты слышал такую информацию крайняя ситуация требует крайних мер уж насколько я знаю кровососов минимум пара тройка из них наверняка были в этот момент на охоте только теперь им нику некуда возвращаться поэтому для людей они уже не опасно правильно сделал одобряя слушая есть работка для меня какая как не быть есть конечно в плавнях за цементном заводом видели ставь болотный кровососиком сталкер пека сидел на большом валуне и смазывал свой автомат они окружили его без единого звука и напали со спины прежде чем он успел полоснуть одного по груди ох охотничьим ножом я не по не понимаю как ему удалось пережить это нападение он сообщил мне что пока те вроде бы из своего болота не вылазил так что сходи посмотри но я хочу быть уверенным наверняка что они останутся там навсегда если ты понимаешь о чем я за всю стаю даю 8 косарей с половиной возьмешься возьмусь конечно мне деньги нужны отлично теперь смотрите что мы делаем есть для меня какая-нибудь работа расскажи как остаться в живых слушая почему химер стоит опасаться больше чем остальных мутантов они давайте почитаем а почему расскажи как как мне остаться в живых охотясь на мутантов для каждого нужно правильную тактику выбрать для бюро of и полтергейсов 1 для псевдогиганта с как с контролером другая а химер это вообще отдельная песня химеры хорошие стратегии они убегут и вернутся тогда когда ты меньше всего этого ожидаешь ровно так же как и эти проклятые снорки но их ворчание по крайней мере ты сможешь услышать на расстоянии воздух свистит через шланги их противогазов никто не знает могут ли они обращаться общаться с друг с другом слушая почему химер стоит опасаться больше чем остальных мутантов они очень быстрый их сложно убить если ты подпустишь одну из них очень близко это верная смерть постоянно следи за ней запасайся большим количеством патронов внушительного калибра слушая а как могли появиться такие злобные чудовища эволюция огромная доза радиации сделала свое дело они повлияли на каждый вид существ зоне включая человека они лишились своих альфа нервов поэтому они не чувствуют боли в отличие от нас вот почему иногда кажется что химеру просто невозможно остановить на что ты ты не знаешь где можно при при где может быть приятно какое-нибудь оружие дай-ка подумать может быть она еще там хотя в общем должна быть спрятана мощная винтовочка браунинга где-то неподалеку она называется зеленый дракон и должно быть что-то способное остановить даже химеру проваливая сьянова и ступай на запад это все что чем я могу помочь удачи на запад короче где-то на западе есть зеленый дракон винтовочка до интересной так ну-ка расскажи ко мне о псевдогигантов с этим зверем самое сложное и живучи вам падла как танк самое что могу посоветовать самое что могу посоветовать эффективное попробуй дробью в упор главное помни гигант расшвыряет все что не залито на два метра бетоном сколько бы она не весила только то есть атаку его сверху так лучше только убедись что опора те у тебя прочная хорошо ладно ясно все с тобой удачи с видимся так теперь план действий пацаны сохраняемся тут наш ящичек да интересный там перри так сказать спальник да тут мы спим все правильно так сохраняем игру сейчас на план действий таков сохранились короче говоря пацаны делаем вот что выдвигаемся по на цементный завод чистим стаю кровососов вот у нас переход куда перейти на затон великолепно то есть похоже что лоцман мне уже не ну нет необходимости в нем да ну великолепно то есть есть возможность постоянно туда-сюда передвигаться просто замечательно то есть сейчас чистим кровососов и снимаем эти радиоматериалы как раз пару заданий выполним соответственно копейку подымем и перемещаемся потом на затон заказываем у этого у шустрого мне по этот костюмчик как он там маскировочный вот что я хочу сделать потому что стволы мы нарастили осталось нарастить еще один костюмчик смотрите у нас помимо ходового эколога который будем использовать только для извлечения артефактов в радиоактивных зонах нарастим маскировочный костюмчик или какой-нибудь получше там поняли да чтоб два экземпляра было а то мы в одном ходим к бы это я уже устал ползать в этом костюме все выдвигаемся наверно потихонечку пацаны на вой воюем с кровососами как у нас по патронам дроби вообще то есть до усрачки дроби патроны только с гавайцам пойдемте познакомимся посмотрите какая красота изменили атмосферку до поменяли красиво сделали все тут вот девочки у нас с это с агропромами здорово гавайцы у меня как в греции все есть дешево снаряжение качественно слушай а чё на продаже у тебя есть на вот тебе держи вот это с распродадимся патронов давайте 150 оставим много я не буду таскать вот две штучки сняли видите какая красота так это что кпк обычный да у обычный сталкеровский кпк ну заберу содержит цифровые журналы подробные карты зоны место на маме если найти нужного торговца можно заработать конечно по штуке дает скидываем видите как хорошо так но это кпк морган что из стволов у тебя имеется они убитые все стволы обратите внимание да все то кстати все то же самое да пацаны смотрите все то же самое пока не будем тратиться у нас у нас всего в достатке выползая мы идем работаем по кровососам ой по кровососам а ну да по кровососам так нам в эту сторону берем дробовичок выполним пару заданий подымем копейку посмотрим сколько мы из за это вырулим с вами и потом уже отправимся обратно на затон я сделаю заказ на маскировочный костюм в любом случае в одном этом в одном этом кости ходить это не серьезно в экологи всю дорогу на там уже все яйца запрели представьте я не снимаю уже сколько 10 суток не снимаем костюм для надо хотя бы маскировочный какой-нибудь приобрести согласитесь так а я там голодный что ли опять блин надо было перекусить поспешили здесь присядем перекусим быстро так что у нас там да а вон есть какая-то там что это там селедка или томаты как погиб сталкер сета кто там стёпа черт болото блин плоть сожрала да у ее тихо 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 так одну завалили одна осталась блять сейчас сейчас убьет сейчас убьет все завалили успела стреляться резко появились меня не успел среагировать но ничего отстрелялись видите не успел только в зону выйти я имею в янове уже проблема с мутантами на вляпались мне это у нас псевдо собачка снимаем хвостики ничего лупит сайга смотрите достаточно одного выстрела мощный стволик учитывая что глушак стоит видите глушитель стоит без клуб без глушителя он бы соответственно еще мощнее то есть по одному выстрелу на псевдо собачку хватает и так и еще одну да я привалил вроде три же их было где-то здесь а вот вот так сейчас опробуем дробовичок на этих кровососиков на кровососиков сохранить сохранились великолепненько давайте отработаем а тут же у нас тоже тайников немерено правильно на этой локации мы половина тайников еще зато на не забрали ничего заберем сейчас у нас то есть здесь открыт проходик до переход имеется так что будем свободно перемещаться не надо будет переживать по поводу денег для лоцмана мне проплачивать а то я думал постоянно по шестерке если ему платить конечно никаких денег не напасешься а тут ведь его тайничок сняли отлично блин слушайте руководство по механике давайте-ка я иду воевать с кровососами пацаны я сюда здесь никто его не возьмет вот это вот сбросим сюда контейнер для артефактов он 5 килограмм весит и вообще лишний вес пусть он будет здесь вот шкура псевдособаки и на обратном пути заберем все это мясо псевдособаки правильно там же бегать надо будет от кровососов патроны вот эти блин а было продать его придется бегать носиться мне что перегруза такого не было вот эти веревки всем ли так прицел один надо было продать вообще об это прицел кстати одного наверно достаточно одного достаточно для сайги будем менять сайга это зачем мне два ну все нормально погнали пусть лежит я не думаю что с этот тайник куда-то здесь кто-либо будет шариться так тут пожрали вас мутанты да похоже ладно сейчас мы заберем весь все стволы вашего спальник нашел а я покупал на а я покупал спальничек и сбросим сюда один спальник да можно по это спальники скинуть вообще чтобы по минимуму все да пацаны это хвост псевдособаки тоже сбросить нормальный кстати ящичек да тут припаркован можно будет всегда вещи оставлять замечательно хлопчики двигаемся да а вот еще товарищ у нас один погиб до жора ушастый свобода блин жора уста ушастый не повезло тебе согласен вляпался с кем ты воевал это кто свобода да их похоже псевдопсы по погрызли ну не знаю как они так не смогли справиться три псевдопса да блин ох ты это что за дробь такая маворик 88 интересно но мы уже такой знаем он мощный скорее всего ствол тоже но сайга не хуже точно вам говорю конечно может мавари помощнее будет но мне сайга просто я люблю этот ствол так все да и вот у нас у нас браунинг высокий так глушитель отсоединю этот выложим все погнали на кровососов почистили пусть в ящичке пока что все лежит потом это заберем кровососики где-то здесь сейчас у нас опять наверно будет жуткая бойня мы любим с кровососами с вами воевать да пацаны тут же артефакты могут быть тут же могут быть и артефакты сейчас пойдемте вам к мостику подойдем посмотрим там тайничка нет под ним иной раз иной раз появляются тайнички ну то есть помню на этой локации есть тайники подобные тоже тут эффекты погодные великолепные просто видите да атмосфера полностью изменилась на зов припяти даже не похоже красиво все сделано так что тут у нас тайничок имеется какой-нибудь да не туда похоже ну-ка внимательно а как нет вот пожалуйста вот вам что там полевые столовые приборы все вот вам патроны какие-то испорчены ну конечно не о чем тайник но хоть что-то так все теперь вот у нас кровососы кровососы так и здесь же могут быть и артефакты еще не знаю в этой зоне есть они так наверное записать надо игру блин то сейчас сожрут так сохранился камешек там имеется да у нас да нету по моему артефактов я не знаю там дальше более химическая такая зона давайте вначале отвоюем вот 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 здесь могут же быть артефакты хлопцы ну-ка во 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 есть артефакт блин вначале воюем с кровососами потом снимаем артефакт так ну что панта по нашему плану как мы любим да то есть вытягиваем их на себя я не знаю глушитель снять что ли блин а хотя он и так мощно так вот он бегает носится по он там не один пацан он там не один это факт так на дерево надо как-то нам попасть ведь его он на том и хорошенько отстрелять так а ну-ка в камыш в камыш в камыш мы же разведка мышь разведка с вами так 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 где он бегать смотрим вот он носится видите это гидром вот он вот он там не один так 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 пробегаем и в камыш в камыш в камыш опа присели здесь он не должен нас достать мы если что вот на дерево отходим бежит 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 ой 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 оба тихо 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 сейчас сейчас все будет пацаны поняли да сейчас мы отстреляем эту падлу с какой стороны появится вот он попал нет так давай иди сюда гидра такая он все пытается меня зацепить видите круга кругами нарезаем тихо 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 попадая попадая слышите он там крикки но у меня зацепил кровотечение сейчас пройдет тихо ждем ждем нормально работаем сейчас завалю попал пару раз так а если с дерева где то есть падла а все завалили отлично видите завалил пару раз попал красиво кстати попал я сам не заметил еще один еще один вот она не не даже не один даже не один так присядем здесь тихо 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 где-то где-то есть падла а одного привалили пацаны вон он лежит он один интересный здесь держал тихо 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 отлично второго свалили еще один бегает здесь так запишемся сайга великолепно бьет сразу прикладывать видите видите насколько мощный ствол а вы говорите пару выстрелов хватает убивает сразу даже по моему с выстрелом так тихо давайте аккуратно вот здесь краю привстань и завалим его вон он бегает тихо 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 иди сюда иди сюда по на часу сейчас в открытую повоюем двоих положили мы пацан не ну в открытую конечно не серьезно так иди сюда иди сюда тихо 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 отлично один раз попал я им давай иди сюда дорогой иди сюда так 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 ну жду где то есть а падла ну где то я его подранил видели да один раз подранил хорошо причем приложился неплохо так 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 ладно давайте спустимся убьет так убьет не страшно иди сюда иди сюда двоих свалили один остался пацаны так ну где что есть а вон он отлично красава видели да как я красиво приложился обратите внимание одного раза достаточно сайги кто там что-то говорил про стволы про дробь вот вам сайга с глушителем а если без глушителя с одного раза приложил видели да красава вообще сайга так все да да задание закрыли сейчас идем за инструменты ничего полезного похоже в щупальцу попал просто попал в щупальцу тоже тело слишком повреждено а ну-ка у этого ничего полезного да не это не ожидал что я так подрихтую их ну в том плане то что видите видимо слишком уж сильно я попадал то есть испортил щупальцы и шкуру подпортил и мясо не можем снять то есть так сохранимся и снимем хабарок сейчас пойдем инструменты обычно так что у нас интересно тут тайничок этот имеется а блин возвращаемся возвращаемся иначе потом я забуду сразу возьмем я вам говорю в поисках инструментов я просто потом забуду давайте-ка сразу артефакт тут заберем потому что сейчас мы пойдем на цементный там засуетимся блин а скорее всего ну сейчас посмотрим как по времени а потом я просто забуду этот артефакт снять поэтому лучше сразу забрать его так где-то здесь он был да у нас подождите так да вот где-то здесь вон отлично все аккуратно тихо тихо да стой ты блин а давай 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 а я контейнер выложил да контейнерок во снимаем что там взяли я не я пока не понял по моему золотую рыбку да по моему золотую рыбку взяли я давно хотел золотую рыбку снять а не ломать мясо ломать мясо да контейнер мы выложили с вами не ну сайга конечно красава обратили внимание да как бьет с глушителем учитывая даже что с глушителем кладет на повал кровососиков с одного выстрела имейте ввиду пацаны так сейчас снимем один тайничок и идем на завод за материалами бронь надо чинить срочно сейчас давайте сюда вот отойдем починим бронь запускать никак нельзя так использовать вот набор легкой ткани починка сайгу тоже надо починить сейчас вот там несколько раз стреляли все равно пацаны или подождите насколько она там убита ну-ка ну ладно давайте еще повременим повременим то есть а не 90 процентов лучше починить лучше починить сразу блин ничего применим не повременим вот три процента полевые столовые приборы так лучше починить потому что у меня складывается впечатление что на цементном заводе нас тоже враг ждет серьезный там наверно зомбированные какие-нибудь так погодка измени ух ты туман какой вообще жопа полная бля вы посмотрите туманище какой красота бля лепота какая вот так вот я люблю играть конечно так сейчас мы знаете куда забежим вот сюда вот снимем хабарок один хабарок снимем и потом на цементный сразу же вот здесь то мы сможем пройти да а куда я пошел он туда пошел а тут инструментов случаем нет никаких у нас да нет тут по моему в эсгэме только инструменты появляются давайте вот сюда вот занырнем там интересно этот тайник остался с оригинала который ой блин а там тоже аномальная зона такая ну тут артефактов навряд ли мы встретим так что можно детектор убрать наверное что я там его схватил болтик оставим вот вот здесь про этот тайник я не он опять у меня подуставший давайте энергетика намокнем потому что еле еле ползет еле еле так что тут вот про этот я говорил ну записка призраку все мы это читали ну давайте быстро прочтем записка призраку записка на обратной стороне старого документа призрак я забираю свои вещи отдельное спасибо за автомат я без него как без рук взамен оставляю комплект медикаментов от доктора мне удалось заманить в ловушку наемника который шел по моему следу так что они мне не понадобятся надеюсь сейчас я направлюсь на встречу с клыком ему удалось собрать дешифратор если успеваю встречаемся в обычном месте ну великолепно это у нас призрак да записка от призрака то есть наша великолепная троица так скажем забираем этот хабаров пацаны и поднимаемся наверх по поводу инструментов для этого для азотика однозначно нам нужно собрать инструмент так подождите подождите секунду а ну в принципе в принципе нормально пока я себя чувствую все так ствол в руки присаживаемся также сейчас в тумане блин мало ли кто зомбированный их тут вообще не видать попробуем обыскать вот этот вот цементный завод и 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